Комиссия по расследованию причин обрушения части школы номер 38 нашла недостатки еще в одном образовательном учреждении. Это однотипная с аварийной 44-я школа. Пока проводилось только визуальное обследование пристроенного спортивного комплекса, который вызвал некоторые нарекания. Поэтому доступ в эту часть здания временно ограничили. По словам руководителя эксплуатирующей организации «Деазис» Анатолия Ремезова, 44-я школа была построена в конце 90-х годов. Там тоже речь идет только о вот этом пристрое, где располагаются две чаши бассейна, большого и малого, плюс два малых спортивных зала. Ну и то, я говорю, состояние не аварийное, а предупредительное. Поэтому школу никто не закрывал, а просто ограничил туда именно вхождение людей. Напомню, в ночь на 3 августа рухнул пристроенный спортивный комплекс школы номер 38. Межэтажные перекрытия сложились как карточный домик. Сейчас на месте продолжаются работы по поиску причин аварии. Кроме того, отстранен подрядчик, выполнявший ремонт на этом объекте. То, что осталось от спортивного комплекса, с большой долей вероятности снесут и построят на этом месте новые залы. Это два блока, учебный и культурно-спортивный. Так вот, культурно-спортивный блок, он подразумевает еще и пристрой к нему. В частности, это как раз-таки там, где и произошло обрушение. Не самого культурно-спортивного блока, где находится большой спортзал, где находится актовый зал, еще масса помещений различных. А пристроя к культурно-спортивному блоку, это две чаши бассейна, большая и малая, и два малых спортивных зала. Смотрите программу в Центре Событий. Каждый день на телеканалах Сургут Интерновости плюс СТС, ТВ-3, ТВ-Центр. Достоверная информация из первых рук. Злободневные проблемы и пути решения. Резонансные происшествия. Программа в Центре Событий. Каждый день. Продолжение следует...